GameStop.in. Топовые игры по низким ценам. Будем честны, какой-то революции от очередной части FIFA никто и не ожидал. Однако, раз уж это последняя часть с таким названием, учитывая, что боссы Electronic Arts не смогли уладить разнокласси с футбольной федерацией, и следующая игра будет носить название EA Sport FC, разработчики обещали выпустить одну из самых масштабных частей существовавших до этого, переработав механики и устоявшиеся режимы. В общем, к последней части с таким названием они должны были подойти с особой серьёзностью. Ну а вот как это у них получилось, сейчас и посмотрим. Приятного просмотра! Сперва рассмотрим варианты покупки, так как Electronic Arts ещё в прошлом году запретили покупать свои игры на территории РФ, а потому пойти и просто купить в Симе, как раньше, уже не получится. Конечно, можно попытаться обойти эту блокировку, но делается это не так просто. Поэтому есть второй вариант – купить игру на разных торговых площадках, где цены повыше стимовских как раз из-за блокировки, плюс появляется риск потерять и деньги, и не получить игру. Так что я всегда покупаю игры на сайте GameStop, который работает по принципу увеличения вероятности выпадения выбранной игры. То есть выпасть может и другая игра, но не менее крутая, за счёт этого и цены здесь в разы ниже. А потому нахожу нужную мне игру, как можно видеть цена действительно ниже тех, что мы видели раньше, оплачиваю, и с первого раза выпала Формула 1 2015 года, немного дешевле, чем я за неё заплатил. Но по такому принципу сайт и работает, за счёт того, что кому-то может выпасть игра подешевле, кому-то выпадает подороже, так что главное, как и в спорте, никогда не сдаваться. А потому покупаю ещё раз, оплачиваю. И таки да, со второго раза выпала FIFA 23, ключ от которой можно забрать в личном кабинете. И так как я уже неплохо сэкономил, и у меня остались деньги, куплю ещё раз. И на третий раз выпала Steam, не менее крутая игра. То есть здесь всё зависит от вашей удачи, но без игры вы точно не останетесь, учитывая, что игр здесь столько же, сколько и в стиме, а потому ссылочку для вашего удобства оставлю в описании. Ну а как активировать ключи в самом стиме, есть отдельное видео на канале. Так что ставлю игру на установку, пойду заварю себе какао и будем приступать к обзору. Технически все из нас прекрасно знают, что такое футбол и что он из себя представляет. Так вот FIFA для тех, кто вдруг ещё не догадался, это то же самое, только в виртуале, проще говоря, симулятор футбола, где от части к части происходят небольшие изменения, но главная концепция остаётся нетронутой. Поэтому на первый взгляд и новая часть ничего сверхнеобычного не привнесла. Но чем дольше играешь, тем заметнее становится, насколько изменилось поведение игроков на поле, за что ответственна новая технология Hypermotion 2. Технически её добавили ещё в прошлой части, но только для консолей нового поколения, или сейчас уже текущего, а с выходом FIFA 23 привнесли её и на ПК. Отвечает она, как можно догадаться, за реалистичные анимации и поведение игроков, меняющие игровой процесс, которые стали доступны за счёт технологии захвата движения всех 22 игроков на поле в реальном матче на протяжении 90 минут, а после внедрив все их передвижения в игровой процесс, за счёт чего в FIFA появилось множество новых анимаций, максимально приближенных к реальности. Например, в плане анимаций заметно преобразились столкновения футболистов и поведение вратарей. Первые после подкатов эффектно приземляются на газон, где оставляют следы, которые остаются на траве до самого конца матча, что ещё больше увеличивает погружение и вовлечение. Плюс, насколько я мог заметить, сами подкаты стали куда более жёсткими, повышая уровень травм, по сравнению с аналогичной механикой в прошлой части. Ну а вторые, то есть вратари, во время прыжка за мячом буквально вытягиваются под линейку, или падают под ноги сопернику, чтобы выхватить мяч, за что в том числе стоит поблагодарить машинное обучение, которое сейчас активно развивается и вполне ожидаемо понемногу внедряется в новые игры. Однако, учитывая, что это новая технология, до конца она ещё не отшлифована, и в матче 11 на 11 игроков вариативность возможных ситуаций и того, что могут делать игроки на поле, ограничена. Ну оно как бы и логично, нужно ж хоть что-то добавлять в следующем году. Но самым главным, пожалуй, отличием новой части от предыдущих, стало замедление темпа нападающих в пользу усиления защиты, когда у игроков обороны появилось больше шансов догнать нападающего. В отличие от прошлой части, где у атакующих было преимущество перед защитниками, и уход от их опеки не составлял большого труда, особенно один на один. Теперь же всё наоборот, за счёт возвращения ручной защиты в серию FIFA. Конечно, это сложнее, но она даёт больше контроля над задней линией, да и сами защитники совершают куда меньше ошибок, разрушающих игру. И сделано это весьма изобретательно. Тут не просто понерфили нападающих или апнули защитников, а ввели систему характеристик для каждого игрока, или точнее сказать, аватара, учитывая, что это виртуальные копии реальных людей. Как бы то ни было, футболисты отличаются друг от друга показателем увеличения скорости, где в зависимости от веса изменяется инерция, время набора скорости и подобные параметры. Конечно, самые быстрые по-прежнему являются и самыми опасными, однако лучше всего они работают на короткой дистанции, используя своё ускорение, чтобы оторваться на пару шагов, прорвать защиту, если до этого не встретить сопротивление, или открыться для приёма мяча или отдать пас. То есть огромное значение в этой части имеет слаженность работы в команде, что позволяет выиграть соперника, которая зависит как от сыгранности состава, так и от улучшенного искусственного интеллекта. Безусловно, старые проблемы сериала никуда не делись, когда после заблокированного удара мяч катится на угловой мимо голкипера, но тот совершенно на это не реагирует, позволяя мячу уйти за линию. И в таких аспектах игра осталась верна традициям, что многих раздражает, ну а некоторые воспринимают уже как данность. Ведь в остальном ИИ неплохо прокачался и справляется со своей задачей, в частности теперь футболисты лучше используют свободные зоны. Например, после отданного паса спортсмены без промедления стараются открыться под новый пас, или в случае прострела игроки устремляются за мячом, стараясь открыться под прострел и замкнуть его, на что в прошлых частях футболисты не реагировали. Здесь, конечно, такое тоже случается, но гораздо реже, и это если говорить про искусственный интеллект. А ведь есть ещё и такой параметр, как сыгранность состава, влияющий на матч, который в новой части также переделали. Ключевое отличие в комплектации команды в том, что больше не нужно как-то связывать игроков напрямую для достижения идеального баланса, ну то есть сыгранности. Сейчас достаточно, чтобы у играющих было несколько общих параметров, чем больше соответствий, например, одна лига, клуб, национальность и прочее, тем выше будет общая химия на поле. Даже если сами игроки находятся на разных участках поля и практически не пересекаются, но у них есть нечто общее, это главное. Плюс теперь даже игроки с нулевой сыгранностью не снижают характеристики всей команды, как это было раньше. В новой части они просто лишаются бонусов, но сохраняют базовые качества, за счёт чего EA Sport больше не загоняет в жёсткие рамки при создании команды, а наоборот повышает увлекательность этого процесса. И для тех, кто играл в прошлые части, это, пожалуй, главные изменения, которые, вероятно, станут самыми значимыми в новой части для старых игроков. Притом игра по-прежнему кажется быстрой, однако такие новшества заставляют изменить подход к стратегии, лишая нелепых ситуаций прошлых частей, когда приходилось пропускать гол за голом от молниеносных нападающих, которых защита просто не успевала сдерживать. Ну а дабы сражения не становились за счёт этого слишком продолжительными и неинтересными, просто катая мяч по полю, обновили систему матчей, позволяя принимать участие только в ключевых моментах. Ну то есть, когда игрок остаётся один на один с вратарём, например, сокращая время обычного бега и распасовки, на случай, если это уже надоело или хотите сэкономить своё время. На онлайн-режим, само собой, такая техника не распространяется. Но всё же, несмотря на все эти изменения, FIFA 23 не кажется каким-то прорывом, особенно в сравнении с прошлой частью, это во многом просто постепенное улучшение того, что уже было ранее в серии. Но даже несмотря на это, игра всё равно смотрится неплохо, хотя и не кажется настолько новой, как нам того обещали. На самом деле, одной из единственных непереработанных, а по-настоящему новых механик является мощный удар, так называемый пушечный. Футболистам, думаю, объяснять, что это такое не нужно. Для остальных же это сродни ультимативной способности, для применения которой нужно больше времени, чем для обычного удара. То есть игрок проводит более длинный замах, камера эпично в этот момент подлетает поближе, и если всё сделать правильно, вратарю придётся намного сложнее справляться с таким ударом. Ну а если нет, ведь в момент подготовки к удару мяч могут забрать, просто помешать и разные другие ситуации, то тогда он улетит или куда-то в сторону, или даже ближе к угловому флажку. Ведь под пушечный выстрел нужно идеально подобрать момент, когда будет много свободного места и минимум опеки, а такое случается нечасто. Это и создаёт заманчивый элемент риска, ведь даже если есть возможность для более безопасного варианта, ничто не сравнится с ударом, который сетка едва может выдержать. Ещё из интересных новшеств добавили женскую сборную, пока не такую разнообразную, как мужскую, только из двух лиг, английской и французской. Но если игрокам такое понравится, думаю электроники будут развивать эту идею. Единственным недостатком является то, что женские команды можно использовать только в товарищеских матчах и турнирах, поэтому вы можете играть весь сезон в любимом дивизионе, но ограничены одной компанией и не можете покупать игроков или участвовать в каких-либо режимах карьеры. Кстати, говоря о карьере, она здесь почти такая же, как и раньше, за исключением уже упоминаемой функции и ключевых моментов, дабы не играть все 90 минут, а также прокачки персонажа, чем-то походящий на РПГ, когда нам предстоит лично формировать характер персонажа через определённые поступки, ну, например, оплатить болельщикам автобус перед выездом, который доставит их на стадион, или выкупить частную ложу для друзей или членов семьи и подобные. Каждое действие влияет на прокачку веток индивидуальности, всего их три – одиночка, маэстро и стержень, которые, в свою очередь, влияют на удар, чтение в защите и так далее с дальнейшей прокачкой, из-за чего сама карьера стала живее, когда показывают, как игрок участвует в пресс-конференциях или тренируется с командой, покупает себе новые часы или жертвует заработанные деньги на благотворительность. Геймплейно это, конечно, реализовано не очень, но вот как часть образа или игрового сериала позволяет лучше погрузиться в игру. Тут, кстати, для этого, то есть для лучшего погружения, добавили даже клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо», за которого можно пройти целую карьеру. Геймплейно это также не особо что-то меняет, даже реплики во время пресс-конференций, но зато позволит поклонникам сериала получить больше эмоций, например, выбрав «Ричмонд» в карьере, доведя их до премьер-лиги. По итогу сказать, что новая часть сделала какую-то революцию, весьма сложно. Однако для тех игроков, кто покупал каждую часть, у этой найдётся парочка нововведений, освежающих геймплей, как то пушечные выстрелы, замедление темпа и упрощение формирования собственной команды, что превращает эту игру скорее не в симулятор, а в фэнтезийный футбол, который изначально разработчики и заявляли, особенно учитывая прокачку персонажей, позволяя выбрать любимых футболистов в одну команду, даже если они из разных серий, стран или лиг, и ставить их рядом на поле без риска ухудшений их характеристик или на те позиции, за которые они не играли. Что как отличный повод вернуться старым игрокам, так и познакомиться с серией новым, но учитывая, что многим понравилась динамика матчей прошлой части, которую в новой осознанно замедлили в угоду реалистичных анимаций из Hypermotion 2. Что даже меня, не самого большого поклонника футбола и таких игр, заставило некоторое время провести, формируя команду, выполняя задания в разделе с моментами, которые симулируют определённые ситуации, как, например, забить гол за конкретного персонажа в разгаре матча, и ты должен это сделать, и многое другое. Так что поклонникам спорта однозначно стоит попробовать. Ну а купить игру дешевле всего можно на сайте GameStop, ссылка на который есть в описании. На сегодня это всё, пишите своё мнение об игре в комментариях, не забывайте про подписки и лайки, и до встречи в новых видео. Пока!